Здравствуйте! Эфир телеканала МНТ продолжит новости Дагестан в студии Ума Ибрагимова. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях этого дня. И вот, что вас ждет по выпуску. Гнилое мясо для детей-инвалидов. Чем кормили воспитанников Центра Надежда? Сегодня в выпуске. Недолгое приключение дагестанского Робинзона Круза. Пропавший в Каспийском море. Молодой парень найден. Приданное дагестанке глазами художников. Какое оно? Расскажем сегодня. Важное приобретение махачкалинская «Динамо» усилилась футболистам из Словении. В Республиканском реабилитационном центре «Надежда» сегодня прошла проверка. Все дело в том, что в сети интернет появилось видео с протухшим мясом, которым, судя по информации различных источников, кормили детей-инвалидов. Скандал не остался без внимания власти региона. По поручению премьер-министра началась проверка. Комиссия осмотрела содержимое холодильников и побеседовала с персоналом. Собранную информацию она представит главе республики. Проверку также проведет и прокуратура региона. Отметим директора центра Диану Хайдакову. Пока отстранили от занимаемой должности. Приключение дагестанского Робинзона Круза оказалось не таким длительным. В Каспийске 26-летний парень уплыл на Сапе в море и пропал. На его поиски вышли 30 специалистов МЧС. Они прочесывали береговую линию от Махачкалы до Избербаша. Спустя сутки пловца нашли. Любитель волн оказался, к счастью, жив. Медицинская помощь ему не понадобилась. Тем временем есть и печальные новости. За два дня в Дагестане утонули двое детей с 7 и 16 лет. И 66-летний мужчина. Всего же с начала купального сезона на водоемах республики погибли 9 человек. Пять из них несовершеннолетние. Простые решения для сложных задач под таким названием в центре «Мой бизнес» в Махачкале проходит бесплатный обучающий курс по использованию нейросетей. Чему научат участников и как применить эти навыки в деле узнали наши корреспонденты. Слушателями лекции стали около 30 человек. Это самозанятые, зарегистрированные в нашей республике в различных областях. Эксперты учат их анализировать опыт конкурентов, создавать контент и оптимизировать бизнес-процессы с помощью искусственного интеллекта. Мой основной посыл в том, что искусственный интеллект уже интегрируется в процессы не только рабочие, но и бытовые. И сегодня, кто не успевает этот тренд потрогать и приручить к себе, потеряет конкурентоспособность в ближайшее время. Собственно, об этом мы и рассказываем на практических примерах, показываем, как использовать эти технологии для решения коммерческих задач. Полезна такая информация для тех, кто нуждается в так называемой упаковке бизнеса, разработке современных сайтов, презентации, рекламных кампаний и поддержке клиентов. Стартовали курсы в начале июля. Посетители уже осваивают основы маркетинга и продаж и узнают, как именно они могут использовать нейросети в своей работе. Подчеркну, в целом очень много нового. Есть интересные варианты, которые помогут улучшению работы, некоторые сложные моменты облегчат и в целом повысят эффективность с помощью искусственного интеллекта самой работы. Обучение по нейросетям проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Тем, кто на него не успел, не стоит расстраиваться. В следующем месяце стартует новый поток, потому что спрос на получение подобных знаний достаточно высок. Очень большое количество заявок поступает к нам в Центр от субъекта «Малое и среднее предпринимательство» и самозанятых граждан, где наши заявители просят, чтобы мы оказали именно меры господдержки по обучающим курсам именно по нейросетям. Мы на достигнутом не останавливаемся. В августе месяце мы также продолжим данный обучающий курс для наших самозанятых граждан. Отметим, что воспользоваться всеми услугами Центра «Мой бизнес» дагестанцы могут не только в Махачкале, но и в Дзербенте. Там открыт филиал организации. Саида Алиева, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Приданная выставка с таким говорящим названием прошла сегодня в Каспийске. Художник Марьяна Байсулаева представила 33 экспозиции в этническом стиле. Автор написала колоритные картины с приданным дагестанских девушек, что, конечно, не оставило равнодушным ни одного зрителя. Подробности у моих коллег. Приданная с нитями. Самые обсуждаемые картины на этой выставке. Именно с них и возникла идея названия. Художница Марьяна решила сделать три полотна в виде ковров в цвете дагестанского флага, изобразить на них кавказских девушек. Юные красавицы собирают свое приданное. Изюминка картины в ракурсе. Сбоку кажется, что нити перекрывают изображение, а по центру нам вырисовывается впечатляющий вид. Это заставляет задержаться у картин не только взрослых, но и детей. Челство. Это картины с ранней. Ну, тысячи лет назад. Посетила эту выставку, мне очень понравилось. Потому что тут такие картины в необычной технике, по крайней мере, для меня это точно. Я вот не знала, что можно маслом рисовать в технике лессировка. Это сто процентов, я не знала. И с этими нитями, ну, это очень хороший код, конечно. Очень красиво. Вот эти работы, они обалденные. Марьяна Байсулаева готовилась к выставке достаточно долго – почти восемь лет. Постоянная работа, расширение своего поля зрения и многозадачность – источник личного роста, говорит художница. Основная профессия хотелось мне, конечно, быть всегда дизайнером одежды, но оппозиционируя себя как художник и воспевающий мой родной край – Дагестан. Я очень люблю, очень изучаю историю. Хочется передать мою любовь к родному краю, честно. Я, когда жила в России, я всегда рассказывала про Дагестан и показывала своим примером именно, что мы все умные, мы начитанные, мы красивые. Особое внимание заслужила вот эта круглая серия. Работа сделана из разделочных досок. Здесь женщины резали, катали тесто и, возможно, приготовили не одну порцию аварских хинкалов. Сейчас же это настоящее произведение искусства. При создании таких изделий можно показать свою уникальность и неповторимый стиль, считает автор. Мы решили провести выставку Марьяны Байсулаевой в нашем центре не просто так. Каспийчане ни разу не видели ее работы в таком объеме. Она участвовала раньше в коллективных выставках, в том числе в Первой галерее, например. И недавно ее персональная выставка прошла в Махачкале. Она автор, которой много плавотворно работает уже многие годы. Но, к сожалению, в нашем городе так получилось, что еще не видели ее работы в большом объеме. И тема, которую она выбрала для своих работ, для этой своей выставки, очень хорошо подходит к работе нашего центра. Как раз таки то, чем мы занимаемся, традиционная культура. Хадиджа Дранкина, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Каспийск. Представители Муфтиата Дагестана в Ингушетии. Гости побывали в школе Хафисов Карана в городе Сунжа, где учатся детишки разных возрастов. Вас священно, Аллах сегодня выбрал и отправил сюда, чтобы его речь, чтобы вы выучили наизусть. Затем дагестанские богословы посетили Джума-мечеть города, где для местных жителей провели урок по омыванию усопших. Такие встречи нередко организовывают обе стороны для сотрудничества, обмена опытом и развития дружеских отношений. К нам приехали уважаемые алимы из Дагестана. Очень полноценно, очень хорошо обучили тех посетителей, которые пришли на курсы. Надеемся, что в любых вопросах ЭЛМА они будут к нам приезжать и обучать. Боксер Альберт Батыргазиев оспорит полноценный пояс WBA. Всемирная боксерская ассоциация обязала чемпиона во втором полулегком весе американца Ламонта Роуча-младшего провести защиту титула против дагестанского спортсмена. Официальное уведомление было отправлено обоим боксерам. Переговоры должны завершиться до 22 августа. Альберт Батыргазиев – олимпийский чемпион. 12 июля он стал временным чемпионом WBA на турнире «Но чемпионов в Серпухове». Всего в профессионалах наш боксер одержал 11 побед и не потерпел ни одного поражения. Махачкалинская «Динамо» усилилась футболистом из Словении. 21-летний защитник молодежной сборной своей страны Яна Депо подписал долгосрочный контракт с дагестанским клубом. Игрок будет заявлен под номером 71. В чемпионате Словении Депо провел больше 80 матчей на взрослом уровне. В них ему удалось забить 6 мячей. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересных материалов читайте в нашем телеграм-канале. Для вас в студии работала Ума Ибрагимова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!